Водолеи, доброго вам времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео хочу вам предложить Тароскоп на ноябрь 2018 года. Работать я буду сегодня со Стимпанк Таро. Работаю, как вы знаете, на прямых и на перевернутых арканах. В среднем колоде соотношение арканов 50 на 50. Карты так ложатся сами в момент выкладки колоды и в момент ротасовки арканов. Поэтому, если у вас в раскладах падают только перевернутые арканы, то это указание на те препятствия и проблемы, которые вы создаете себе сами, которые вам необходимо будет преодолевать. Итак, работать мы будем стандартно. То есть я выкладываю 6 арканов, которые вам показывают общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам данный месяц. Напоминаю, что расклад выполняется для широкой аудитории, поэтому он не может проиграться однозначно для всех, потому что знак зодиака у вас один, а асценденты абсолютно разные. Поэтому смотрите один и второй, сопоставляйте, и будете знать, по какому знаку вам следует смотреть аэроскопы. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ждет в плане, извините, работы, финансов, здоровья, личной жизни и совета карт. Поэтому давайте настраивайтесь, пожалуйста, на работу и будем смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Семерка мечей. Сама по себе ситуация предательства. То есть предать можете вы, либо предать могут вас. Либо здесь вот под вас хорошо копают. Давайте посмотрим здесь, кто конкретно. В целом, сама по себе атмосфера неискренности. Игры на два фронта. Так, что у нас здесь конкретно, чего касается. Ну, во-первых, у вас это будет касаться личной жизни, потому что перевернутый пашкубков, сама по себе ситуация неверности. Я вам скажу в первую очередь вашей. Вот не обижайтесь на меня, милые водолеи, я к вам не отношусь предвзято, как вы мне пишете. Нет. Я вам просто говорю, что как здесь падает на арканах. Принимаете вы эту информацию? Нет, это уже другой вопрос. Но здесь какие-то ваши внутренние смятения, ваши личные переживания, вот эти же попытки взвесить все за и против и разобраться в себе. Что же в плане работы? Перевернутая пятерка Пентакли. Замечательная карта, потому что это выход из ситуации кризиса, выход из ситуации безденежья, либо когда вот с мертвой точки вы сдвинули какой-то проект. Если на текущий момент вы были безработной, ситуация трудоустройства, если вы наемный работник, пошло продвижение вперед, налаживание взаимоотношений с руководством, с подчиненными, как следствие укрепления вашей позиции авторитета. Если у вас свой собственный бизнес, то по данному аркану тоже выход из ситуации застоя, и, скажем так, пошли первые у вас подвижки в плане развития. Что же у вас в финансах? Перевернутое солнце. Финансы у вас будут. Но понимаете, вот вы тратите их на какие-то, не то что непотребные вещи, как бы правильно вам сказать. Когда у вас есть какая-то глобальная цель, а вы вместе с тем размениваетесь на какие-то мелочи. Сами тем самым себе, знаете, как... Ну, откладывайте, делайте отсрочку получения желаемого. Почему? Потому что, ну, например, здесь вот у вас по солнцу стоит, например, покупка крупная, квартиры, машины, неважно чего. Вы все это делаете для этого, вы вкладываетесь, но тем самым там пошли, потратились на какое-то там ненужное платье или туфли, да, вам это все принесло удовольствие, но тем не менее, ну, вы понимаете, что там копейка, там копейка, и по итогу вы откладываете вот получение желаемого. Для мужчин это тоже такие же траты, какие-то, ну, не знаю, не важно на что, посиделки в баре с друзьями, либо на какое-то свое хобби, но тем не менее отдаляйте сами себя от своей цели. Поэтому просто здесь взвесьте, нужно вам это или нет. В плане здоровья. По королеве Пентаку самочувствие хорошее. Единственное, что сама по себе королева Пентакли иногда может свозиться здоровье, указывать, ну, Пентакли. Это прием таблеток, а именно здесь, ну, это, как правило, прием каких-то вот, либо БАДов, то есть пищевых добавок, которые улучшают ваше самочувствие, либо в целом витамин для того, чтобы укрепить ваше состояние. Поэтому, если в этом есть необходимость, действуйте. Это карта очень хорошего здоровья, либо если вы здесь, ну, приболели, то это устойчивая динамика выздоровления, то есть выход из состояния кризиса. В плане личной жизни. Карта императрица. Девочки. Кто надеялся будет в статусе жены, есть такие перспективы. Не важно, гражданская, либо официальная, но тем не менее. Есть также перспективы зачатия ребенка, либо у кого-то может проиграться в целом, может где-то рождение. Если здесь смотрит мужчина, то появление таковой женщины, которую вы будете стремиться ввести в статус супруги, если на текущий момент вы еще не женаты, то есть, ну, как не женились, да? Если у вас уже есть здесь семья, то здесь любовь, гармония, взаимопонимание и так далее. Если же вы здесь свободны, либо свободна, то это перевести, скажем так, свою личную жизнь в новое русло. Ну вот, четверка жезлов, карта семейной жизни. Поэтому для многих водолеев это отыграется, как свет домашний очаг, создать семью, либо укрепить семью за счет где-то рождения ребенка. Поэтому водолей, ну, если вы этого ждали, к этому стремились, пусть так у вас и получится. Так, ну, из позиции совета. Здесь у нас падает рыцарь мечей. Рыцарь мечей зачастую, ну, во-первых, это вы сами, воздушная стихия. Говорит о вашей решительности, о вашем умении таком, знаете, рубить с плеча, чего бы это ни касалось. Иногда это актуально, иногда нет, потому что данный аркан указывает на вашу такую излишнюю какую-то резкость или холодность, когда вы можете навредить себе сами. Поэтому данная карта говорит о том, что приводите свои мысли и чувства в порядок. То есть не спешите с принятием окончательно в решении, чего бы оно ни касалось, какой бы сферы жизни. Но самое главное, когда вы примете это решение, особенно если это касается, вот, да, то, что я вам сказала, какая-то значимая для вас покупка, не отвлекайтесь, ну, и доводите все свои дела до конца. Опять же, финансы, работа, либо личная жизнь. Просто если начали, не бросайте это дело на полдороги. И тогда у вас обязательно все получится. Месяц у вас замечательный. Искренне вам желаю, чтобы у вас это проигралось только так, только в позитивном аспекте, в позитивном ключе. Отписывайтесь, пожалуйста, как у вас это отыгрывается, либо не отыгрывается впоследствии, да, в прошествии месяца. Я вас искренне заблагодарю за просмотр. Ну, а тем, кого интересуют индивидуальные консультации, либо обучение, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну, с вами была Ева Лехцер. До новых встреч!